В 9 классе наша героиня серьезно задумалась, если она будет такой, как все, то кто же будет такой, как она? Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Елена Алексеева. Как настоящая женщина Елена Алексеева тоже верит в то, что именно красота спасет мир. Но если уж речь об оружии, способном сразить наповал, то главное в этом деле патроны. Под прицелом безвкусица, скучные цвета и неинтересные ткани. Она на меня обращает внимание. В отличие от большинства красавиц, ей не нужно по нескольку часов тратить на поход по магазинам. Любую модную дизайнерскую вещь она сошьет себе сама. Хотела быть красивой всегда. То есть я любила менять одежду. Для меня каждый день нужно было идти в новые вещи. Если в женщине есть хоть капля обаяния, Елена разглядит ее и в игольное ушко. Открыв несколько лет назад свое отелье авторской одежды, она твердо решила. Ее кредо – украшать и подчеркивать в клиентах то, чего они сами в себе разглядеть не могут. Большинство клиенток, они знаете как, Лена, у меня столько красивых вещей, я даже не знаю, как мне ходить на работу. Понимаете, получается, когда мы начинаем какую-то вещь с ней разрабатывать, ну не получается просто. Вот не получается просто. И я, в принципе, стремлюсь, чтобы вещь была эффектной на работу. Среди отрезов ярких, как бабочки, тканей Елена ходит, словно владелец редких марок. Натуральная ткань – это статус. Ко всем тканям относятся щепетильно, сама их чуть ли не на зубы там пробую, декотирую, и стираем, и мочим, и гладим, чтобы все потом прошло благополучно и достойно. Такое бывает, да, что приходит человек с материалом, не соответствующим, допустим, данной модели. Он хочет эту модель, хочет этот материал. Она делает больше, чем просто шьет элегантную одежду. Елена помогает женщинам поднять глаза, почувствовать на себе взгляды прохожих, неожиданно понять, что именно сейчас нужно отложить все дела и пойти за новыми туплями или сумочкой. Каждый советую в гардеробе хотя бы одно пальто лить не иметь. Лучше два. То есть одноатонное и какое-то более интересное, эффектное, яркое. Мы приехали в один из самых сложных периодов, когда фея, способная шить волшебное платье, одна, а девушек, мечтающих пойти на бал десятки. Подготовка к выпускному – стресс не только для одиннадцатиклассниц. С девчонками работать еще сложнее, чем с женщинами какого-то возраста. Они капризничают, они не понимают, у них есть комплекс, их нужно убедить, уговорить, сказать, что ты красивая, подобрать правильное платье, чтобы оно действительно было самой красивой. Она часто с грустью смотрит на проходящих мимо дам, на корне уничтоживших свою привлекательность скучным или вовсе несуразным нарядом. Увы, гардероб лекарства только для тех, кто соблюдает дозировку. Это нужно было одеть вот так, вот длина юбки не такая, цвет не тот, например, или форма, ну почему она так оделась, она что не понимает. Я ловлю на себя, когда я проезжаю просто за рулем по городу, я еду на машине, я смотрю, я все время смотрю на наших дам, на наших девочек, на наших девушек. Ей кажется, она родилась с мыслью, что должна шить. Пока другие дети мечтали о новых игрушках, Лена грезила настоящей художественной школой, которой не было там, где она жила. Когда возможность брать уроки рисования наконец появилась, счастью не было предела. Так карандаши, краски и альбомы постепенно вытеснили все другие увлечения. У меня была бабушка замечательная, и когда я была еще маленькая, она мне сказала, когда тебе исполнится 10 лет, я научу тебя шить, вышивать и вязать. Как не выучить иностранного языка без правильного произношения слов, так и не научиться шить без основных приемов работы. В назначенный срок девочку с бантами усадили за большую ножную машинку. С тех самых пор с легкой руки бабушки, которая всю жизнь проработала фельдшером, а вовсе не модельером, звук бегущей строчки стал самой лучшей музыкой. Был такой чемоданчик целый, отшитый на куклы эксклюзивных моделей. Девчонки все завидовали, все подружки просили на прокат. Потом начала шить с сестренком. Это где-то период лет 14. Так вот, 13-14 с сестренком начала шить платьица такие красивые летние. Вот эта вот кукла, вот я с ней росла, да, и потом я начала уже шить на нее юбочки, купальники такие эксклюзивные у меня были с юбками. Одна новая вещь за вечер или ночь. Такой график стал нормой после поступления в художественное училище имени Вагнера на отделении художника-модельера. В качестве моделей с удовольствием выступали родственники от сестренок до мамы и крестной. Не то, что я сижу там думаю, а вот что бы мне вот самой себе сейчас сделать. У меня прям вот резко может произойти какая-то идея, раз. Стежок за стежком она пришла к тому, что сегодня может позволить себе любую мечту, на которую только способны кусок ткани и швейная машинка. И вот парадокс. Даже несмотря на это, профессия художника-модельера, с улыбкой говорит Елена, до сих пор мало востребована. Мне бы по-хорошему просто вот творить, да, там, рисовать, придумывать, кроить и одевать. Только движение и лучше вперед. Пусть это будет обновленная обивка любимого кресла. Все, что угодно. Главное, никакого застоя. Иначе как воплотить самые смелые мечты? У меня была одна девочка, мы ей делали платье два в одном. Это было много валанов, и они были тяжелые. И она сказала, я устану в таком платье, что мы можем придумать? Мы сделали ей короткое коктейльное платье с валанами, оно было чуть ниже колена, такое приличненькое. И сделали вниз юбку, такую же с валанами. Она одевала эту юбку, и платье с валанами становилось сплошным единым в пол. Над новым платьем сотрудницы ателье Елены Алексеевой часами кружатся, как пчелки. Чем сложнее задумка, тем интереснее исполнять. Есть люди, которые работают с бумагами, но для себя-то тоже же надо одеться красиво, чтобы комфортно было ей, приятно, настроение было хорошее. Ее трудностями и объемом талии не напугать. Часто именно люди с нестандартной фигурой спешат на примерку в первую очередь. Не всем идет то, что модно. Слишком кричащие вещи бледным женщинам не идут, например. Это идет только, например, темным брюнеткам. С светлым дамам лучше подбирать что-то светлых пастельных оттенков. Это тоже сейчас модно в этом сезоне. Но эта история не о тканях и нитках. Ни один клиент не разглядит за модной бизнес-леди, прежде всего, маму. Сыну Елены уже 12. У меня все девочки знают, что вечером у меня уроки. Железно, конечно. Образование для ребенка моего – это важно. Так же, как другие, мама напечет пироги, готовит вкусную пиццу и готова променять шпильки на сноуборд или велосипед, если семья собирается на отдых. Но, если честно, справиться с капризной тканью подчас проще, чем с сыном-подростком, который не очень любит учиться, признается Елена. Я человек, конечно, немножечко амбициозный. Я люблю быть лучшей. И в школе это было так. Сейчас я смирилась, когда мне сказали «мама, я такой, какой я есть». Вторым ребенком стало отелье. И сегодня красиво хотят выглядеть не только дамы, но и мужчины. Приживается потихоньку и в наших краях заморское слово «эксклюзив». Человек приходит вот просто вот с улицы, да, я на него хватаюсь, вот, мне его хочется переодеть сразу. После внимательного взгляда, пойманного на себе, мы все-таки решили спросить о наличии вкуса у рязанских журналистов. Да, я всех вас там готова переодеть, потому что, когда я смотрю на новости, у меня всегда мечта, боже мой, девочки, ну давайте сделаем красивый пиджачок или платьице. Я сама с собой сижу, рассуждаю. Она не из тех, кто шьет только на показ. Елена с легкостью уступает ковровые дорожки другим. Были и в ее жизни и подиумы, и номинации, и дипломы. Да разве можно их променять на улыбки счастливых обладателей новых нарядов? И в нашем городе хватает красавиц, которым хочется подсказать, как выглядеть элегантно. Я жестко не командую, я просто веду в правильном направлении. В том числе и себя саму. Иначе не сбежала бы со строительного факультета политеха, куда поступила по настоянию мамы в Ивановскую текстильную академию. А если когда-нибудь ей наскучат иголки и нитки, она с радостью будет украшать сады цветочными клумбами. Не так уж важно, какой инструмент в руках, если они умеют создавать красивые вещи. Редактор субтитров А.Семкин